Дагестан Торжественное открытие выставки памяти Великой Отечественной войны прошло в Махачкале В Дагестан с учений вернулась техника морской пехоты Каспийской флотилии Механики-водители совершили марш, преодолев порядка 2000 км с дальних полигонов Ростовской области, где военнослужащие принимали участие в двухсторонних тактических учениях Подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии привлекались для проверки готовности к отражению атак морских и воздушных десантов В течение месяца в округе было проведено более 50 зачетных тактических учений Инспекционная комиссия Махачкалы проверила ремонт дороги на улице Маграмкенская В ходе осмотра было отмечено, что работы проводятся согласно всем нормативным требованиям и утвержденному проекту Применяются современные технологии и материалы Также члены делегации обратили внимание на важность завершения ремонта в установленные сроки У него есть снимки, в каком состоянии были эти дороги Действительно, люди очень сильно просили, чтобы эту дорогу сделали Местные жители отметили качество уложенного асфальта По их словам, ранее, после проливных дождей и в непогоду, передвигаться на автотранспорте и пешком было крайне неудобно Конечно, по колену грязь была здесь, мы ходить не могли после дождя Сейчас придет прекрасно В общем-то, дорога устраивает тебя, чтобы такие были хорошие дороги и дальше Делаем, делаем, делаем с вашей помощью Кроме того, местные жители попросили представителя власти установить дополнительные столбы освещения И рассмотреть вопрос строительства новых школ и детских садов Дорога сделана, люди довольны, люди благодарят И, конечно, они бы хотели бы, кроме того, что делаются дороги, чтобы обеспечили еще другие условия И необходимы здесь детские сады, школы Я думаю, будем стремиться к этому, двигаться в этом направлении И в будущем появятся необходимые условия у этих шельцов Кихунинский консервный завод может перестать функционировать Об этом стало известно на прямой линии с Сергеем Меликова Обеспокоенной ситуацией вырезали садоводы Киркебельского района Фермеры, поставляющие свою продукцию, рискуют остаться без возможности сбыта Накануне по поручению главы Дагестана специалисты Минсельхоза Республики Выехали на место и узнали, какие меры по спасению завода можно предпринять Подробнее в сюжете нашего телеканала Завод Кихунин способен производить 2,5 миллиона банок соков и пюре в месяц Сюда поставляют свою продукцию фермеры со всего Дагестана Здесь установлено самое современное европейское оборудование Но модернизация обошлась предприятию слишком дорого Это и послужило причиной его банкротства К сожалению, на сегодняшний день Кихунинский консервный завод находится в процедуре банкротства И на мой взгляд крайне важно сохранить это предприятие Которое является на самом деле и брендом, как я уже сказал Для нас Кихунинский консервный комбинат очень важен Власти Дагестана намерены спасти предприятие Планируется выработать комплекс мер, направленный на финансовое оздоровление консервного завода Оборудование здесь находится в хорошем состоянии А весь технологический процесс можно запустить в течение нескольких дней Весь технологический процесс от приемки, например, абрикос и выпуска конечных продуктов Все находятся в рабочем состоянии Сейчас, прежде всего, мы будем искать правовой механизм запуска данного предприятия Мы будем разговаривать с руководством Росерхозбанка, региональным отделением в нашей республике Мы будем разговаривать и с нашими финансовыми структурами другими И посмотрим, как будем запускать его производство Раньше в горах работало около 10 перерабатывающих предприятий Теперь основным является только Кихунинский завод Если правительству удастся его спасти, продукция продолжит поступать на рынки России И, возможно, соки и пюре будут выпускать в качестве детского питания, поставляться в школы и детсады Наталья Ханбабаева, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Гиргебельский район Усвоить правила дорожного движения на практике В преддверии майских праздников Махачкалинскую гимназию номер 5 посетила передвижная лаборатория безопасности Это автомобиль, оснащенный оборудованием, моделирующим дорожные ситуации, максимально приближенные к реальности Такая система позволяет школьникам побывать в роли велосипедистов, водителей, пассажиров автобуса и пешеходов С помощью макетов ребятам продемонстрировали преимущества ремней безопасности и удерживающих устройств Обратили внимание на дорожные знаки и на то, что в весенний период на проезжей части наблюдается плохая видимость из-за яркого солнца А в период дождей тормозной путь транспортных средств увеличивается Ребятам напомнили, что переходить проезжую часть необходимо только на зеленый сигнал светофора, убедившись, что транспорт остановился Коллективные ифтары в месяц Рамадан проходят по всей республике В Дербенте состоялась праздничная программа для преподавателей и руководителей учебных заведений На ифтаре также присутствовал и госсекретарь Хизри Абакаров Подробнее в сюжете Рамадан объединяет эта возможность не только провести время в кругу близких и друзей, но и обогатиться духовно Муфтиат организовал коллективный ифтар В ресторане собрались учителя, директора школ, а также ректоры средних и высших учебных заведений Дербента Здесь основно собрались учителя, воспитатели Вам всем спасибо, что вы учите молодых, как себя, правильные вести, как правильные типы этой жизни Спасибо, что все еще примите в следующем моменте Наша цель, как духовенство, как говорит Муфти Республики Дагестан, не заключается в исламизации общества Наша цель – это просвещение, я считаю, что мы с вами коллеги, потому что просвещать молодежь, прививать им правильный образ жизни, правильные ценности – это наша общая задача Для зрителей в этот вечер звучали строки из Корана и Нашиды Каждому участнику подарили книгу Муфти о благонравии праведников Представители прекрасной половины человечества поучили и розы От имени Управления образования, от имени всего учительства города выражаем благодарность Муфтиату Республики Дагестан за то, что сегодня организовали это мероприятие Воистину благое мероприятие, духовно богатое, несущее свет и все самое благое в наши сердца Например, многие вопросы были сегодня об исламе, вот мы немножко и новое узнали, то, что не знали, поэтому спасибо большое Мероприятие завершилось молитвами и коллективной трапезой Гости выразили благодарность организаторам за прекрасный вечер Хамзанур Магомедов, Ахмедхан Абуневайсов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент Музею боевой славы исполнилось 35 лет В честь юбилея здесь организовали выставку памяти В ней представлены личные вещи участников Великой Отечественной войны, боевые снаряды, фотографии бойцов и многое другое На торжественное открытие пришли представители власти, общественники, а также школьники и участники войны в Афганистане Выступающие вспомнили основателя музея, в честь которого он и назван Валентину Макарову Ей должно было исполниться в этом году 90 лет Сейчас в этом музее представлено около 3000 экспонатов Мне интересен этот музей тем, что здесь очень много разных советских вещей Здесь много историй С войны, записи, фотографии И даже на нижнем этаже, немного ниже, там есть пропавших героев Действительно сейчас перепись истории идет, особенно европейских государств Где мы действительно их спасли, мы, советская армия, красная армия Спасли их, они неблагодарные оказались И теперь переписывают, считают нас по одну доску с гитлеровской Германии Это нельзя допустить ни в коем случае Поэтому мы должны свою молодежь воспитать на фоне вот таких выставок Надо с ними разговаривать, рассказывать о героях наших О наших подвигах народа Наш народ победил, победил, спасли фактически весь мир Выставка продлится до 1 сентября Посетить ее может любой желающий Музей располагается в парке имени Ленинского комсомола Трое дагестанских тайбоксеров выиграли золотые медали чемпионата России Турнир в Кемерово стартовал 26 апреля и завершился сегодня Третий год подряд лучшим на чемпионате страны признается Гаджи Меджидов В финале в категории до 86 кг кизлярец одолел Андрея Лобанова из Нижегородской области Также награды высшей пробы в копилку сборной Дагестана в своих весах заняли Али Алиев и Гусейн Алиев В нашем активе команды есть еще одна серебряная и четыре бронзовые медали А золото еще одного дагестанца Абдулмалика Мугуддинова пошло в зачет сборной Москвы Всего за награды чемпионата России боролись более 300 тайбоксеров из 45 регионов страны Сильнейшие по итогам состязаний получат путевки на чемпионат и Кубок мира Борцы классики из 11 стран выступят на международном турнире памяти видного государственного деятеля Сураката Асиатилова Эти юниорские соревнования пройдут с 4 по 6 мая в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева Лучших определято в 10 весовых категориях Сообщается, что турнир пройдет без зрителей При этом для болельщиков будет доступна онлайн-трансляция На этом у меня все, хороших выходных, оставайтесь с нами!